Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Штамм омикрон среди случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ненинском автономном округе пока не выявлен. Медики прогнозируют его появление в регионе в феврале. Учимся на чужих ошибках. Житель Наринмара, решив заработать на брокерской деятельности, потерял от мошеннических действий почти 2 миллиона рублей. Ремесло из 90-х стало сегодня настоящим направлением в искусстве. Клуб лоскутного шитья в Наринмаре готовится к 25-летнему юбилею. В Ненинском округе пока не зарегистрированы случаи заражения штаммом омикрон. Однако регион должен быть готов к новой волне коронавируса. На еженедельном оперативном штабе проработали ряд дополнительных мер на случай ухудшения ПИД-обстановки на территории региона. Далее все подробности. В начале штаба руководитель департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Елена Левина представила информацию о текущей заболеваемости. На сегодняшний день у нас находится в таком лечении 15 человек. Двое из них находятся в реанимации, получают кислородную терапию. Остальные пациенты находятся в инфекционном отделении. 50% из них находятся в средне тяжелом состоянии. Все пациенты получают необходимую терапию по 14 протоколу. Все лекарственные препараты в наличии у нас имеются. Также 77 пациентов получают лечение амбулаторно. Сейчас на территории региона ситуация с заболеваемостью стабильная. За прошедшие сутки в округе зарегистрировано 12 новых случаев заболевания COVID-19. Все они получают лечение. Помимо оказания помощи больным с диагнозом COVID-19, глава региона Юрий Бездудный дал поручение проработать ряд дополнительных мер на случай ухудшения ПИД-обстановки. Пока штамм коронавируса омикрон к нам не зашел. Но однако мы готовим свою систему здравоохранения к тому, что он может зайти. Тем более, что в крупных городах, наших крупных городах, он уже распространяется. И распространяется очень быстро. Также в ходе оперативного штаба было принято решение перевести Пустосерский дом-интернат на закрытый режим работы. Рассмотрели и вопрос о возможности продления на полгода в беззаявительном порядке ранее назначенных мер социальной поддержки. С учетом того, что нам надо беречь людей и не дать этому вирусу молниеносно распространиться, может быть имеет смысл тогда вот те услуги, которые мы оказываем сегодня в заявительном порядке, перевести на беззаявительный, чтобы жители не ходили никуда, не писали никакие заявления, а продлить, допустим, на полгода беззаявительный порядок получения всех вот этих социальных выплат. Помимо этого, также было принято решение о закрытии больничных листов после выздоровления от коронавируса в дистанционном режиме. Еще одно поручение губернатора было связано с усилением работы колл-центра и деятельности волонтеров по доставке больным продуктов и лекарств. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». 135 коек оборудованных прямой подачей кислорода. Именно столько мест готово в ковидном отделении на случай развития пятой волны коронавируса. Кроме того, в округе имеются все необходимые для борьбы с вирусом лекарственные препараты. Во время прямого эфира на телеканале «Север» заместитель губернатора Андрей Блащинский и руководитель профильного департамента Елена Левина рассказали о готовности региона к новому штамму омикрону. Подробностью у моей коллеги Ольги Русул. Эпидемическую обстановку в Ненецком округе можно охарактеризовать как напряженную, но стабильную. За время новогодних каникул фиксировалось некоторое снижение количества заболевших коронавирусом. Но во второй половине января опять начался рост. Кроме того, в регионе ожидают новую разновидность ковида – омикрон. Тот штамп, который сейчас зарегистрировали в мире и в стране омикрон, он отличается тем, что у него очень большая контагиозность. То есть поражение идет один к ста. То есть один заболевший может зарастить до ста человек, которые попадают в круг его общения. Поэтому, скорее всего, этот вирус будет к нам завезен. Ожидаем его примерно где-то в начале февраля. Ожидается, что с приходом омикрона в округ эпидемическая ситуация ухудшится, так как эта разновидность вируса поражает другие слои населения, нежели уже привычный штамм Дельта. Следует отметить, что если у нас в более ранние периоды мы говорили о том, что группа поражения – это лица, которые имеют хронические заболевания, и лица старшего группы, то сейчас, если мы говорим про омикрон, то омикрон чаще всего поражает молодых людей. То есть это детское население, которое у нас, к сожалению, не прививается еще. То есть нет еще вакцины у нас, чтобы их защитить. Ну и та же самая группа декретированная, которая имеет хронические заболевания, плюс беременные женщины. Один из способов противостоять коронавирусу – активно создавать коллективный иммунитет, считают медики. На сегодняшний день в Денецком округе коллективный иммунитет составляет 68%. Эта цифра складывается, исходя из количества переболевших и вакцинированных, ревакцинированных жителей округа. Эта цифра подвижная, потому что человек, который сделал два этапа вакцины, проходит время, когда нужно ревакцинироваться, а он этого не делает. Соответственно, уровень коллективного иммунитета идет вниз. Поэтому это постоянно нужно поддерживать эту цифру, чтобы она была на достаточном уровне, порядка 80%. Между тем, по словам руководителя профильного департамента Елены Левиной, от нового штамма коронавируса эффективно может защитить только вакцинация. Из существующих на территории России препаратов лучше всего справляется с задачей «Спутник Ви». Однако не стоит пренебрегать другими мерами профилактики. Такими, как, например, ношение маски в общественных местах. Но если все же «Омикрон» зайдет в регион и начнет устанавливать свои порядки, то в ковидном отделении готовы встретить его во всеоружии. В прошлом году запустили новую кислородную станцию, которая позволила нам 135 койко-мест на постоянно подключенных к кислороду организовать. По лекарствам у нас проблем нет, у нас система здравоохранения полностью готова, включая сельские территории. Мы буквально со дня на день передаем достаточное количество экспресс-ПЦР-тестов на село, так как иногда возникает проблема с оперативной доставкой результатов ПЦР-тестирования. Поэтому экспресс-ПЦР-тесты будут находиться во всех медучреждениях всех сельских территорий. У нас есть определенные моменты с врачами, мы ищем врачей, кто-то уходит, регион непростой, жить сложно здесь некоторым людям, кто-то удерживается, кто-то нет. Но у нас в общем система здравоохранения готова и к «Омикрону», и готова к любому другому штампу вируса. Несмотря на готовность к любому развитию событий, если в округ зайдет новый штамп коронавируса, то возможно ужесточение мер эпидемической безопасности и введения новых. Ольга Русул, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Зимник Наринмар-Усинск 20 января был закрыт для всех видов транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. До утра 21 января движение по зимней автодороге из Наринмара в Республику Коми запрещено для грузовых и легковых автомобилей. Напомним, в этом году обустройством и содержанием автодороги в Усинск занимается компания «Техносфера». Протяженность зимника чуть больше 30 километров. Он состоит из двух частей – в обход нулевого и второго участка строящейся дороги. На зимнике есть пункт обогрева – теплые оболки, где можно погреться, поесть, поспать и принять душ. Уточнить информацию о работах, которые ведутся на зимнике, а также о состоянии и содержании круглосуточной зимней автодороги можно по номеру телефона, который вы видите на своем экране. И снова мошенники. На этот раз житель региона потерял почти 2 миллиона рублей. Несмотря на регулярную профилактическую работу, которую ведут сотрудники Управления Министерства внутренних дел по Ненецкому автономному округу, мошенники находят способы обмануть доверчивых граждан. О том, как распознать аферы, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. На протяжении месяца житель региона переводил мошенникам крупные суммы денег. Всего было совершено 10 переводов на сумму свыше 1 миллиона 900 тысяч рублей. В начале декабря 2021 года житель Наринмара, увидев в сети интернет рекламу о заработке на брокерской деятельности, оставил свой телефон на сайте для связи. Ему поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником дилингового центра и предложил увеличить имеющиеся денежные средства в два раза. Мужчина был настойчив и говорил грамотно. Поэтому потерпевший, взяв кредиты в банках, а также заняв деньги в долг у знакомых, перенаправил в общей сложности более 1 миллиона 900 тысяч рублей на указанные реквизиты. В середине января текущего года мужчина понял, что его обманули мошенники и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. К сожалению, это не единственный случай кражи денежных средств в крупных размерах. За прошедший год злоумышленники совершили 182 преступления. Тем самым обманули жителей региона на общую сумму в размере более 31 миллиона рублей. Совершенные хищения разделяют на четыре вида. К ним относятся телефонные звонки, интернет-сайты-двойники, рассылка сообщений с помощью мессенджеров и покупка товаров посредством чужих банковских карт. По основной части IT-преступлений фактический уровень раскрываемости составляет 96%. Оступление телефонных звонков, в том числе с использованием подмены официально действующих номеров и представляет сотрудниками банковских учреждений, правоохранительных органов и иных учреждений, введение в заблуждение получения персональных данных, позволяющих дистанционно получать доступ к банковским счетам. В 2021 году таким способом совершено 74 преступления, из которых по результатам реализованных мероприятий получены данные о совершении 13 звонков с территории других стран. Создание интернет-сайтов-двойников с последующей продажей нечестующих вещей и услуг. В прошлом году таким способом совершено 65 преступлений. Склонение к перечислению денежных средств действует от имени родственников и близких друзей с использованием социальных сетей, популярных мессенджеров. В 2021 году таким способом совершено 10 преступлений, а также завладение банковскими картами и совершение покупок бесконтактным способом. В 2021 году таким способом совершено 33 преступления. Первое, что нужно помнить, чтобы не быть обманутым, ни в коем случае не сообщать представителям банка номер карты, ход с оборотной стороны и из личных сообщений. Второе, сотрудник банка не владеет информацией о том, что происходит на ваших банковских счетах, поэтому не может сообщать вам о совершаемых махинациях. В случае, если вас обманули мошенники, незамедлительно обращайтесь в свой банк, чтобы заблокировать карту, а также далее в полицию с заявлением. В результате проведенного значительного объема мероприятий раскрыта серия хищений денежных средств банковской карты жителей округа, совершенных лицом, отбывающим наказание в исправительной колонии Томской области, который представлялся сотрудником службы безопасности Сбербанка. Также изобречено лицо, содержащееся в исправительной колонии Нижегородской области, которое совершило хищение денежных средств банковской карты жителей поселка Красное на общую сумму более 1,3 миллиона рублей путем создания учетной записи в социальной сети «Друг вокруг». Что касается интернет-сайтов-двойников, одного из основных видов мошенничества, прежде чем выбирать товары или услугу, необходимо внимательно изучить его. Сайты с другими названиями и схожей с символикой никакого отношения к официальным интернет-магазинам не имеют. Установленный причинок к уголовной ответственности лицо, которое находилось на территории Краснодарского края в октябре 2020 года, используя специализированные технические устройства, создав копии сайтов и бесплатных объявлений Авито, под предлогом покупки товара по объявлению жителей Нарьянмара, путем направления ссылки и получения неправомерного доступа к управлению банковским счетом, совершило хищение денежных средств в сумме 45 тысяч рублей. В век информационных технологий мошенничество активно процветает. С развитием скоростного интернета, онлайн-банкинга стираются границы и злоумышленники завладевают денежными средствами граждан. Киберпреступление регулярно видоизменяется. Будьте бдительны. Уже восьмой раз у студентов региона появился шанс посмотреть на работу правоохранительных органов изнутри. Всероссийская акция помогает молодежи определиться с будущей профессией. О том, как проходит студенческий десант, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. В рамках Всероссийского проекта «Студенческий десант» МВД России и региональный молодежный центр проводят ознакомительные экскурсии в правоохранительных органах. Это профориентационные занятия для студентов, чтобы они могли выбрать профессию. Мы показываем им тут экскурсии проводим, стажировку маленькую. Они узнают что-то о профессии и выбирают, хотят они здесь пойти или нет. На этот раз студенты побывали в федеральной миграционной службе, где не только познакомились с работой сотрудников. Ребята узнали, как проходит процедура оформления биометрического паспорта. Но помимо этого у молодежи была возможность задать интересующие вопросы, узнать нюансы, которые известно только специалистам. Ребята задавали очень много вопросов, таких тонких, о том, что будет, если пальчики при выдаче паспорта не совпадают, или в силу физических особенностей нету пальца, либо он пораненый, либо травмированный. Как мы фотографируем младенцев, особенно которым еще нет месяца. Также ребята знакомились с процедурой дактилоскопии – занесения человека в специальную базу через отпечатки пальцев. Причем популярный рисунок подушечек берут разными способами – по старинке с помощью краски и бумаги, или по-новому – специальным сканерам. Студентам подобные нюансы работы действительно интересны. Я, так как впоследствии могу работать юристом, все, что связано с законодательством и законами, мне было интересно изучить, что касается законов, кто стоит на сразу же порядка закона. И, собственно говоря, у меня выпал шанс посетить полицию и, так скажем, посмотреть внутреннюю кухню. Миграционная служба – не единственное место, которое посетили студенты. За четыре дня у ребят есть возможность узнать внутреннюю кухню многих подразделений управления Министерства внутренних дел в регионе. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». От ремесла к искусству. Совсем скоро свой 25-летний юбилей отметит народный коллектив «Татьяна». Чем занимаются рукодельницы уже четверть века, расскажем в следующем материале. Старательно подбирая каждый лоскуток, Татьяна Орлова создает цельный рисунок. Идейный вдохновитель народного коллектива «Татьяна» уже 25 лет создает шедевры из обычных кусков ткани. Идея создать клуб лоскутного шитя пришла не случайно. Это были очень трудные времена, 90-е годы, когда очень много было женщин, которые у нас не работали, которые сидели просто дома, не хватало денег на еду, не было возможности приобрести какие-то вещи для детей. И тогда мы совместно с комитетом по делам семьи, а именно с Кузнецовой Галиной Григорьевной, решили создать такой клуб. Разработали план действий и уже на первое занятие пришли женщины, которые хотели научиться шить. Первые работы клуба лоскутного шитя были сделаны из обычных старых вещей. Я в клуб пришла, я хотела научиться плести макраме. Этот клуб же был создан, вот надо было у Татьяны Николаевны начать, они тут создали этот клуб. И я хотела научиться плести макраме. Пару занятий походила на макраме, потом было вязание, потом еще что-то. А шить-то я вообще не собиралась. Я вообще не портниха. И я всегда говорила, что я никогда не буду шить. Шить не собиралась, но планы поменялись. И уже 25 лет Надежда активна участница творческого коллектива. За столь немалый период времени швея создала не только убранство для дома, но и одежду для своих знакомых и детей. В основном мне нравится шить одеяло. Я шью одеяло, ну вот сейчас прихватки, подставки. Ну это да, вот все такое. Ну сейчас вот еще начала шить потихоньку сумки, которые тоже никак не могла собраться начать. Вот а сейчас одну шила, понравилось еще. Всю жизнь мечтала вот шить, заниматься лоскутным шитьем. Когда работала, не было возможности. А когда только вышла на пенсию и сразу побежала в этот клуб. Девочке говорю, как хотите, принимайте. Вот и все. Вот с этого и все и началось. Шили, умели, не умели. Ну, учились и шили. Сейчас в творческом коллективе более 40 рукодельниц. Все они вместе учатся технике лоскутного шитья. И создают порой самое настоящее произведение искусства, которое занимает призовые места на различных конкурсах и фестивалях. Мы же начали с Иванова. Это первый фестиваль, который проходил лоскутного шитья в городе Иваново. И потом у нас приглашения пошли. А первые наши были работы. Вы знаете, из чего мы делали? Материала ведь не было. Из меха оленя, из сукна и из ситца. И наша выставка, которую мы представили в Иваново, она просто ушла на ура. Понравилось это не только членам жюри и посетителям. Это понравилось американским представителям, которые участвовали в этих выставках. Сейчас народный коллектив Татьяна готовится к своему 25-летнему юбилею. По случаю праздника рукодельницы представят свои лучшие работы на вернисаже 25 января в 18.00 в выставочном зале Дворца культуры Арктика. Василий Хатанзейский, Вадим Стасюк, Телеканал Север.